Утро страны! На телерадиоканале Страна.ФМ Итак, дорогие друзья, доброе утро! В студии Никита Некрасов и Лизы Калинина по-прежнему. И у нас сегодня прекрасный день гостей. Очаровательная, стройная и красивая, прекрасная, нежная девушка в гостях. Татьяна Котова. Доброе утро! Здравствуйте! Доброе утро! Мы только что увидели клип, послушали песню вашу, знаем, что у вас много новостей. Уже приходили вы к нам, рассказывали о своем альбоме новом. Мы тоже, кстати, закоснемся и затронем эту тему. Друзья, ну и к вам рекомендации. Если есть какие-то к Тане вопросы, заходите в группу ВКонтакте Страна.ФМ. Пишите в комментариях, а также в WhatsApp Viber 909-928-189-9. Пишите. Пишите, да. Прежде чем мы начнем разговор с Татьяной, я хотел сказать тебе, знаешь, кто является здесь у нас в этих стенах самым большим поклонником Тани? Тоже. Влад Кутузов. Да. И Влад Кутузов, он сейчас находится дома. Прильнул к телеграму. Во-первых, он прильнул, да, всеми своими чреслами. Владу, привет. И Влад Кутузов, он готов был, когда мы с ним вчера здесь встретились, он готов был меня придушить. Он говорит, ты завтра с Таней, значит, будешь, да? Не я? Поменяться можем? Я говорю, нет, Влад, дорогой, нет. Таня, как вы, как у вас настроение? Прекрасно, знаете, вообще, сегодня, кстати, очень тепло на улице. Да. Мы там были. А знаете почему? Потому что вы здесь у нас. Осветили все пространство своим теплом. Спасибо. У меня такое ощущение, что лето, вот-вот-вот и лето будет, а на самом деле будет уже Новый год скоро. Это да, это да. Знаем мы, что вы были в отпуске недавно. Видели ваши фотки в Инстаграме. Да, была немножечко. Немножечко. Таня, и все оценили ваши прекрасные, ваш внешний вид. Ваши достопримечательности. Да, да. Скажите, Таня, что, вот дайте нам с утра рекомендации, что вы делаете, чтобы быть в такой прекрасной форме? Я пью кровь на молодых егенях. Нет, ну серьезно, дадите нам какие-то советы. Таня, дай совет. На самом деле, как таковых таких советов нет. Мне кажется, очень важно, чтобы работа мотивировала. И моя работа мотивирует, чтобы оставаться всегда в форме. Хорошей форме, да. Мне, наверное, даже некогда переедать, объедаться, потому что все время такой активный режим. Наверное, это тоже очень важно, чтобы выбирать себе такую работу, чтобы в активном режиме. Чтобы двигаться все время, не сидеть. Я танцую, я люблю танцевать. У меня в концертной программе, где я выступаю, всегда я танцую. Много танцев. А репетиции много? Репетиции, примерно три репетиции в неделю, по два часа мы репетируем. И концертная программа состоит, очень много танцев. В течение часа мы все время танцуем. Может быть, где-то там постоим немножечко. У меня еще балет, четыре танцовщицы. И в конце концов, я считаю, что танцы тоже помогают. Можно даже не ходить в спортзал, но я хожу тоже в спортзал. Ну, и питание у меня всегда, я с собой всегда вожу на всякий случай. Вдруг я смогу поесть, могу не поесть, но все равно я с собой что-то беру. Потому что, как правило, если мы чего-то себе там отказываем, там в обеде или там после обеда какое-то время, да, есть свободное, если отказываешь, то вечером ты съедаешь тазик борща. Это вот прям настоящая истина, да. Поэтому я стараюсь не делать таких ситуаций. Вот. А я призываю наших слушателей и зрителей заходить в нашу группу Страна ФМ ВКонтакте, задавать вопросы Тане Котовой. И, конечно же, 8909-928-1899, номер WhatsApp и Viber, пишите свои вопросы, мы все вопросы передадим. Почему я об этом сказал? Потому что Влад уже написал. В каком зале найти Таню Котову написал Влад? Да, в каком зале тренажер? Можно говорить? В тренажерном зале? Да, да, да. Я занимаюсь все в X-фите. Вот, все, все в X-фит. Слушай, а как часто? Ты прям, вот три раза танцы, а сколько тренировок спорта? Ну, спорт по-разному бывает, но в лучшем случае два. Больше у меня не получается. И регулярное, правильное питание. Ну, я не могу сказать, что я все время прям ем только то, что вот все обезжиренное или все, ни капли. Я могу себе все позволить. Например, до двух часов дня обязательно можно есть там фрукты, овощи, что-то такое сложно перевариваемое. А после двух дня уже там, конечно же, надо есть рыбку белую, куриную грудку и, ну, как бы максимально следить за этим. И овощи. Да, я очень люблю поесть вкусно, очень. Но овощи нельзя вечером, кстати. Вечером овощи нельзя, после трех часов дня у нас замедляется метаболизм. У всех людей так. И поэтому организму сложно переваривать. Поэтому лучше есть обработанные на пару или там на гриле или еще. Но никаких сырых овощей нельзя. Вот. Про ЗОЖ поговорили. И сейчас у нас прямо по курсу Дима Билан, который тоже, в общем-то... Держит форму. Держит форму, да. Причем, вот, как мы можем увидеть в клипе, даже форма головы у него прекрасная. Девушка держит форму. Девушка. Все держат форму. Все молодцы. Все следует Танинам советам. Да, мы скоро вернемся, друзья. Оставайтесь с нами. Татьяна Котова у нас в гостях. Прекрасная Татьяна Котова. Пишите вопросы свои. Телерадиоканал Страна ФМ, Лиз Калинин, Никита Некрасов и у нас прекрасная гостья Татьяна Котова. И я напоминаю, ну, я думаю, многие напоминают и многие, в общем, стремятся к Татьяне Котовой именно из-за этого. Конечно, в первую очередь из-за Татьяниной красоты. Ну, и есть один очень влиятельный журнал «Мужской Максим». И по версии этого журнала Татьяна является одной из самых красивых женщин в России. Тань. Мы поэтому и спрашиваем всякие советы. Такой вопрос. Наверняка же масса поклонников. Каким образом удается отбиваться от этих толп, вот этих мужичков, которые выявляются вокруг в Эксфите, в том же, допустим? Только зачем отбиваться? Это же приятно. Я прямо представляю, как Татьяна приходит в Эксфит, распахивает дверь и говорит, идите. Ногой, ногой. Все ко мне. Мне вот эти по 15 килограмм. Гантелька мне сюда, пожалуйста. Принестись сюда. Правда, есть какой-то отпор или нет? Ты всегда принимаешь комплименты. Я так как-то вот раньше, я очень всегда не любила эти комплименты, всегда терялась, смущалась, да. Сейчас, мне кажется, наоборот, как-то по-другому к этому относишься. И чем больше этих комплиментов, тем лучше жизнь. Ну, конечно, это позитив, конечно. Естественно, положительные эмоции, сразу же сама оценка. И так, я думаю, хорошая самооценка, она еще больше повышается. Да, Тань, мы вот затронули твои песни в разговоре, Лиза говорила. Альбом, давай про альбом поговорим, который Макс Барских, собственно, написал. Как все происходило? Напомню нашим слушателям, зрителям. В очередной раз. Нет, не в очередной раз. Я думаю, что в данной ситуации, да, повторение мать учения. У меня звукорежиссер говорит, повторение мать заикания. И это тоже. Это правда. Ну, мы познакомились с Максом Барских на одной съемке. И так получилось, что я ему говорю о том, что, Максим, у тебя потрясающая песня, я хочу себе такую же песню. И он говорит, я тебе пришлю. Мы с ним, он мне прислал, мы с ним встретились, договорились о том, что эта песня мне подходит очень сильно. Причем эта песня еще до сих пор не вышла. Этой песни еще нет нигде. Так бывает? Все остальные песни уже все вышли, которые мы решили уже чуть попозже выпускать. Причем Макс говорит, вот эта песня у меня есть, вот эта. Мне все песни понравились. Он говорит, а давай альбом сделаем. И мы сделали с ним альбом. То есть он предложил? Да, он предложил, да, выступить в роли саунд-продюсера. И мы достаточно долгое время готовили этот альбом. Прошло столько времени, получилось, что в течение двух лет очень быстро поменялась музыка. Каким-то очень стремительным образом. И мне пришлось еще и дополнительно потом менять аранжировки, чтобы выпускать уже, чтобы с новым веянием. Да, потому что два года назад музыка была в моде совсем другая. Сейчас уже другие звуки появились. Но так оно и бывает, каждый год что-то новенькое. Но в то время как-то вот прям мгновенно это все изменилось. В один момент. Но мне кажется, Макс Барских это один из тех людей, который очень тщательно следит за новыми веяниями и так далее. В этом плане, конечно, большой профессионал. То есть будете сотрудничать все дальше, да? А пока что мы выпустили альбом. Сейчас вот на подходе еще одна песня, но не авторство Макса Барских. И вот есть еще вот эта песня дуэтная, которая все лежит и ждет своего часа. Она на самом деле очень хитовая, очень классная, добрая. И тут очень важно определиться с правильным персонажем. Ну, с правильным, наверное, дуэти, чтобы с кем я смогла спеть. Человеком, который действительно подойдет под этот образ. Друзья, мы совсем скоро вернемся. Сейчас небольшая рекламная пауза. И вновь, напомню, у нас в гостях сегодня Татьяна Котова, певица, артистка и спец по ЗОЖУ. Друзья, оставайтесь с нами и задавайте свои вопросы в группе ВКонтакте Страна.ФМ. Дорогие друзья, доброе утро. Телерадиоканал Страна.ФМ, Лиза Калинина, Никита Некрасов. И у нас в гостях сегодня артистка, певица Татьяна Котова. Таня, у нас приходят тут разные признания в любви. Да, и молодой человек написал очень путанно, потому что наверняка волнуется. Смысл такой. Пальцы пляшут по клавиатуре сами. Попробуешь, он не проснулся еще? Возможно. Попробуешь ли ты со мной построить отношения? Но я думаю, на такой вопрос не стоит отвечать. Ты уже, это ваше личное дело. Но свободно ли твое сердце, так скажем? Есть ли смысл биться за него? Часто мне этот вопрос задают. А вы как думаете? А я не знаю. Я не знаю. Даже предполагать сложно. Ну да, это дело такое. Мне, как мужчине, сложно предполагать. Я стараюсь этот вопрос обязательно задать. Ну да или нет? А мне хочется всегда от него уйти. Ну да, мое сердце не свободно. Ну все, тогда пока. Удаляем сообщение контакта. Все, Игорь Лебедев. Удалили сообщение, да. Но Игорь Лебедев, кстати, говорит, что он в какой-то супер игре будет участвовать. И он в ней победит. И тогда уж точно. А я как узнаю об этом? А он напишет. Я тоже приду на первый раз, он нам напишет. Да, он причем пишет, что в следующем сезоне этой игры он получает, в следующем сезоне, то есть это получается сейчас первый сезон, второй через год. Ну вот, в общем, через год. Что игра престолов? Да, да. Как только он станет председателем Вестероса, сразу же. Не председателем там же кто у них, король. Да я же шучу, Лиза. Таня, смотрите, я вот смотрю сейчас ваш инстаграм. Смотрите, смотрю. Вы выкладываете очень много каких-то рекомендаций, советов. Вот недаром я сказала, что вы спец по ЗОЖу. Очень много книг выкладываете. Вы ведете сами свой инстаграм, да? Да. То есть все, что прочитали, что хочется порекомендовать, пост выкладываете вы. Есть несколько рубрик, да, и про кино, про книги, про советы о том, как советы. Да, мне очень часто вопросы задают, поэтому и вот эти советы родились таким образом. Вот, то есть то, что у вас в инстаграме, это уже проверено вами, можно использовать. Конечно. Да? Вот я никогда не буду делиться, никогда не буду делиться тем, что мне не нравится, ну, то, что я не пробовала, то, что я не знаю. Даже вот бывает очень часто, мне предлагают, Таня, а ты напиши про это, про это, а я не знаю, как я про это напишу. А это кто говорит? Ну, реклама какая-то, да? Да, это реклама, да? Она сказала, ох, они негодяи. А ты, нет. Нет, вот я это не проверила на себе еще. Надо обязательно это проверить, но как можно делиться тем, что не нравится? У меня есть еще, например, подруги, которые делятся, они еще, во-первых, рекламируют хорошие плюсы и минусы пишут обязательно, обязательно, но никак. Ну, это логично. Нельзя одни только плюсы писать. Скажи еще, пожалуйста, вот ты, я смотрю, по психологии так прикалываешься. А где там это? Ну, очень много, да, у тебя книг именно психологической направленности, да? Это действительно так и есть. У меня, наверное, 70% книг именно психологии. Угу, то есть решаешь в себе что-то, разрешаешь какие-то вопросы. Ну, мне кажется, так получится. Консультирую, Татьяна. Сама себя консультирую. Приходят в X-Feed, мужички понабегают и говорят, какие у вас проблемы, мужики? Так, значит, мы скоро вернемся. Мы вынуждены уйти в рекламу. У нас в гостях, я напоминаю, Татьяна Котова. Если вы не Игорь Лебедев, который уже задал свой вопрос, то пишите, пожалуйста, в группу Страна.ФМ ВКонтакте, задавайте вопросы. Таня обязательно ответит. «Утро страны» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Доброе утро, дорогие друзья. Это телерадиоканал «Страна.ФМ». Лиза Калинина, Никита Некрасов. У нас в гостях великолепная красавица Татьяна Котова. Таня, доброе утро. Доброе. И я хочу вам всем сказать, что у Тани Котовой прямо в данный момент идет прямой эфир в ее инстаграме. Как звучит инстаграм? Инстаграм Котова с двумя «Т». Котова с двумя «Т». Вот, подключайтесь. Но, друзья, у нас-то тоже можно смотреть все, что происходит в студии. Мы же телерадиоканал. Теле. Со всех сторон. Включайте, пожалуйста, 742-я кнопка. Вернее, приложение для любого мобильного устройства. И наблюдайте прекрасную, великолепную Таню Котова. Кстати, про инстаграм. Я его активно изучаю. Таня, мне кажется, все время мотивирует свою аудиторию, чтобы люди мечтали, ставили... Ну, больше вот про мечты. То есть, Таня, ты тоже убедилась? Твои мечты сбываются. Твои вообще всегда сбываются. А что ты делаешь? Как ты дожелать, чтобы все исполнилось? Или ты просто ставишь цель и идешь? Во-первых, надо каждый день думать. Цель и мечты – это разные вещи. Ну, подожди, пусть Таня ответит. Вдруг надо думать об этом каждый день. Я, кстати, согласна, что мечта, она может быть такой долгосрочной на 10, на 15, на 20 лет вперед, да? А вот цели надо ставить себе и на год. Ну, то есть, вот цель, если на 5 лет, ну, конечно, такое может быть, но не на 10 же лет себе цель ставить. Ну, если только не эфемерная цель – разбогатеть. Да, вот я как раз про Бабасу, Форбс, там, десятку, грустно говоря, да? В прошлом году, в декабре, я сделала карту желаний. Такая карта, большой ватман. На ватман приклеиваются различные картинки, которые тебя вдохновляют. А я сделала, у меня половина всего, что я там себе приклеила, сбылось. Здорово, то есть, это визуализация. Но проблема в другом. Я сделала наполовину этот ватман, наполовину эту карту желаний. То есть, я до конца не доклеила. И вот именно так и получается. Все желания наполовину сбылись. Вот оно что, вот секрет. Нужно до конца было его сделать. Ну, то есть, ты говоришь, думать об этом каждый день. То есть, ты правда думаешь о своей какой-то мечте, каждый день прям уделяешь этому время? Конечно, без этого никак. У меня вот какой вопрос. Вернемся к творчеству Таниному. Идет подготовка новой программы, насколько мы знаем. Причем, это новое шоу, где песни, песни Татьяны, зазвучат в стиле латино. Что это такое? Вот, очень интересно. Это, это типа Диспосита. Я не знаю. У нас телерадиоканал, на котором крутятся лучшие песни на русском языке. И поэтому я не знаю, что такое Диспосита. В общем, я могу рассказать о том, что концертная программа моя состоит из латинских звуков, музыки, танцев. Все будет очень зажигательно. Мы уже практически закончили эту программу, уже практически всю сделали. И где-то с января-февраля месяца мы начинаем кастролировать по России. Достаточно много таких жизнерадостных звуков, которые я всю жизнь с детства любила, всегда слушала. В какое-то время в своей жизни я выбирала различные песни. Они были разного стилистики. Сейчас я поняла, что моя стилистика, моя музыка — это что-то такое латинское, мексиканское, кубинское. В стиле вот там Энрики Иглесиос такие песни по Иландии, например. Всегда я фанатела от Шакира, например. Да, я вот тоже прямо с языка сняла. Вот хочется такого. Для меня это всегда были мои идеалы. И сейчас уже я понимаю, что мне не хватает такой музыки, и у нас очень мало такой музыки. Я считаю, что очень важно делать то, что тебе нравится, то, что тебе приносит удовольствие. И вот у меня сейчас появилась новая песня. Она еще, правда, нигде не появилась, она только на моих носителях есть. Называется «Адьёс, любимый». Может, ты там напоешь потом? Ну, это пока секрет. Таня, скажите, пожалуйста, мне, вы как девушка известная, сталкиваетесь с разными... Тебе, наверное, пишут много хорошего, много комплиментов. Вот мы тоже сейчас над этим там подшучиваем, что мужчины делают комплименты. Ну, наверное, и слышишь часто какие-то негативные отзывы. Вот на тебя это как-то влияет? Ой, нет. Уже вообще это все не влияет. Раньше, когда я только пришла в группу, у меня было такое вот ощущение, например, в группе, когда я пела в Виагре. Да. Я первое время очень сильно, и когда еще победила на конкурсе «Мисс Россия», я очень часто читала все комментарии, которые везде писали. И их всегда будут писать, наверное, всю жизнь. Негативные, в смысле. Да, и я всегда их читала, и всегда расстраивалась, всегда меня что-то где-то задевало, беспокоило. Прошло время, я теперь уже научилась читать все эти комментарии по диагоналям. И люди, которые в моей жизни появляются, или, например, которые только как-то сталкиваются с общественной деятельностью, они приходят и говорят, ну или не приходят, мы встречаемся, и они говорят, ой, там такое написали, это написали. Я говорю, да ладно, успокойся, это все читать совершенно нет смысла. И как-то однажды мне попались слова Мадонны, она сказала о том, что если бы я все читала в своей жизни, то, что обо мне пишут, я бы никогда не стала Мадонной. Ну, однозначно. Да, я как-то так подумала о том, что действительно, если вот думать о том, что пишут, у каждого человека свое субъективное мнение. Нет смысла прислушиваться. Да, конечно же, если это одно и то же мнение будет говорить, да, допустим, этот цвет не белый, а там серый, да? Кремовый. Да, кремовый как раз очень правильно. Тогда есть смысл в этом все, ну, вслушиваться, если ты одно и то же будешь писать. И пойти к офтальмологу в итоге. Да, да, кому-нибудь. То есть на тебя уже вообще, ты не реагируешь на какие-то негативные комментарии в твой адрес. Вообще не реагирую. То есть тебя это не задевает? Я их перестала даже читать. Мне даже, ну, неинтересно стало. Ну, вот в нашей группе Страна ФМ ВКонтакте только позитивные комментарии, и один из них я сейчас зачитаю. Танюша, моя радость. Здравствуйте. Я очень давно хотела спросить у вас, что для вас значат ваши поклонники? Мотивируют ли они вас? Я вас очень люблю, и вы безумно красивая. Передаю вам привет, ваша Лиза. Это не Лиза Калинина писала? Да. Я могу так задать вопрос, да. На самом деле, как раз-таки в Инстаграме, в моих социальных сетях, где я общаюсь со своими поклонниками, с теми людьми, с читателями, которые меня читают, слушают. Я, естественно, всегда, ну, как-то стараюсь уделять внимание. Мы даже проводим какие-то конкурсы различные, тоже дарим подарочки. Между собой? Ну, в Инстаграме. В Инстаграме. Это Таня для поклонников. Да, да, да. А, все. Спасибо, Лиза, за те слова. Лиза каждый день мне пишет письма. А, ты же постоянно. Как фамилия Лизы? Резник. О, точно. Ты скажи, Лиза, надо жить своей жизнью. Таня, хорошо, но надо, чтобы все было хорошо. Не, у нее, да, она со мной делится. Она пишет мне в Директ, всегда делится о том, какие у нее там олимпиады. Недавно она писала о том, что я очень переживаю, ты мне помогла, ты меня зарядила. Ну, то есть мне очень приятно, конечно же, когда поклонники делятся такими своими какими-то новыми успехами. Это круто. Ладно, друзья, мы вновь вынуждены прерваться на небольшую паузу рекламную. А потом, после этой рекламы, друзья, я вам советую оставаться с нами, потому что Татьяна Котова, ну, не лично, но с телеприемников и радиоприемников споет вам песню под названием «Лабиринт». Да, оставайтесь с нами. А это телерадиоканал «Страна ФМ», Лиза Калинина, Никита Некрасов. Это мы напоминаем, мы здесь постоянно. А вот человек, который сегодня у нас в студии, это прекрасная Таня Котова. Подключайтесь к нам, следите за Танейным инстаграмом, за нашим тоже. Там наш фотоскор появится. Да, друзья, вопросы. Таня, всегда ли ты себя чувствуешь уверенно? Вот такого характера вопрос. Чувствуешь ли ты себя уверенно сейчас? И всегда ли так? Мне кажется, невозможно себя чувствовать постоянно уверенно. И уверенные люди, они, наверное, вселяют в тебя тоже уверенность. Это очень интересно, очень приятно смотреть на таких людей. Но чаще всего все артисты, они уверены только на сцене, они уверены где-то в общественной жизни, в жизни, в дома. Они по-другому себя ведут. То есть я в этом уверена. Но это так же, как говорят про клоунов, что клоуны – самые грустные люди. Да, да, да. Я уверена в этом сто процентов. Ну вот конкретно за тебя, я так понимаю, человек, видимо, следит за тобой. Почему артист выходит на сцену, например, да, допустим, если так очень хорошенько задуматься над этим, потому что ему очень важно мнение людей. Что они его любят. Да, что его любят. Это уже не уверенность. Если мы знаем, что меня любят, что меня полностью все любят. Нужно признание вот это, да? Да, вот это признание тоже, ну я считаю так. Я думаю, что это тоже есть какой-то такой момент психологии. И артист поэтому и становится артистом, потому что ему очень важно мнение людей, признание. Ну это же обратная реакция. Я говорю про всех, я уверена в этом. То есть ты совершаешь посыл со сцены, с экранов, из радиоприемников, а тебе обратно приходит реакция от этих людей. Да, это… Какой взаимный взаимный обмен. Обмен взаимной энергии, да. Ну вот, я надеюсь, человек получил ответ. Ну мне кажется, Таня так ушла от ответа немножко. Про себя ничего не сказала. Ты что сказала Таня про себя? Ну что ты, не притирайся. Я в общем сказала, я не исключаю себя. Конечно, ну хорошо. Тань, какие творческие планы? Помимо того дуэта, который вот пока хранится в тайне. Творческие планы я вообще стараюсь никогда не говорить. Ну хорошо, давай про это всегда. Про Новый год, да, действительно. Если ты будешь его отмечать, какие перспективы, куда ты уезжаешь. Не, ну на Новый год, естественно, мы все выступаем артистами. И возможно, что в январе я улечу. Еще пока не подумала, куда. Но есть уже планы, уже мысли, уже какие-то такие идейки возникают. И, естественно, в Новый год я съем оливье. А не делишься планами почему? Потому что боишься, что что-то пойдет не так? Так в моей жизни происходило, когда я делилась планами, они никогда не сбывались. Поэтому я для себя поняла, что вот главным правилом в построении своих целей не говорить никому наперед. Да, у меня наоборот. Я чем больше скажу, мне больше притягивается, больше возможностей. Всегда. Подожди, Лиза. Всем людям, вот если ты всем рассказала, соседям там, да? Вообще легко, очень открыто, да, очень. Я хочу спросить, я хочу спросить. Таня упомянула оливье. Каков рецепт оливье? Обычный, совершенно, ну, с колбасой и с мясом. А, вот, вот. Нет, я люблю с мясом. Просто курица бывает, говядина. Курица, вареная колбаса. Да, вот все. Я курицу люблю. Курица, горошек. Курица в оливье, да, горошек, морковка, картофель вареный. А майонез? И майонез самый жирный, который может быть. Таня, это Таня Котова говорит, которая в начале бюро. Это штука на Новый год. Раз в год, раз в год. К ЗОЖ. А вот это сметанка с лимонным соком, с чесночком вместо майонеза. Ну, это все такие аналоги, поэтому, мне кажется, можно себе позволить один раз насладиться настоящим вкусом детства. Это правда. А потом вот эти майонезы или сметанку с лимонным соком можно использовать в течение года, например. А потом сметанку с лимонным соком вместо маски. Так, друзья, мы вынуждены прощаться. К сожалению, в хорошей компании время летит совершенно незаметно. Я хочу сказать, Таня, спасибо большое. Да, желаю удачи. Хорошего Нового года, прекрасных выступлений, непубличных выступлений, как сказать, Джон Боксюр. Уверенности, блага творческих. Спасибо большое за туку. Спасибо большое. Татьяна Котова была у нас в гостях. Друзья, мы прощаемся до завтра. Пока! Пока-пока!